Встреча с Уралом Сотни огнеборцев всю ночь до утра тушили адское пламя на улице Деревенской, на складе, забитом красками, лаком и ацетоном. По свидетельству очевидцев, из офицентра гиены огненной по округе шумными хлопками разлетались банки с краской. Это был сущий ад. Вблизи больше напоминавший филиал преисподний, от созерцания которого, вероятно, содрогнулся бы даже Данте Оливьери, автор божественной комедии. К счастью, в этом адском пекле никто не пострадал. Вероятно, потому что пожар приключился в безлюдный ночной час. Пламя разметалось на площади в 2000 квадратных метров. И чтобы огонь не испепелил соседние здания, к месту утушки подогнали пожарный поезд. И огнеборцы предприняли натуральную пенную атаку. Параллельно по распоряжению оперативного штаба, которым руководил лично в РИО начальника республиканского ГУМЧС Эдуард Идрисов, пожарные расчеты водными струями с 11 стволов одномоментно охлаждали корпуса соседних зданий. На рассвете сгоревший лакокрасочный оптовый склад больше напоминал пепелище. Страшные руины, искореженные в пламени и посеревшие от адских температур металлические конструкции. Изломанные листы металлопрофиля повсюду валялись, выгоревшие бочки и банки из-под краски. Удручающее зрелище. И трудно себе вообразить, насколько угорели хозяева оптовой базы с лакокрасками. После утушки на месте пожара поработали эксперты испытательной пожарной лаборатории. Детально осмотрели уцелевшие в огне фрагменты, чтобы собрать улики и докопаться до истоков воспламенения. Пока пожарные дознаватели никаких версий не озвучили. А потому и с выводами спешить не будем. Продолжение следует...